Так, ну что ж, у нас следующий доклад. Вот мы уже рассказали про то, как устроено у нас тестирование. Теперь решили рассказать про то, как, собственно, происходит и как работает отдел продуктовый. Вот так он называется. Продукт менеджеры так понятней, а продуктовый непонятно. Они вообще о чем? О чем вы? Расскажите. Наш доклад называется «Тиражный продукт. Это идея реализации». Мы расскажем о том, как работает наш продукт и как вообще мы получаем продукты, которые выпускаем несколько релизов в год. От идеи до реализации. Этот этап проходит в несколько этапов. Первое – это мы собираем идеи. То есть это поиск новых идей. Затем мы формируем план, который потом утверждается также в несколько этапов. Первое – это утверждение с разработчиками. Затем мы утверждаем коммерческую составляющую плана, технические возможности его реализации. Затем разрабатываем техническое задание для разработчиков. И следующий этап начинается творчество, то есть дизайн, юзабилити, верстка, ну и собственно программирование. В итоге мы получаем результат – это новый обновленный продукт, после чего анализируем выпущенный нами продукт, то есть собираем обратную связь, анализируем отзывы, комментарии и так далее. Итак, начнем по порядку, подробнее по всем этапам. Первое – это поиск новых идей. Откуда мы берем идеи? На протяжении всего года мы следим за мировыми трендами. Для того, чтобы наш продукт был актуален и выпускать какие-то важные и нужные фичи, мы постоянно следим за этим. У нас также есть стратегические сессии, о которых говорил Сергей, проходят несколько раз в год, где также мы обсуждаем какие-то идеи, анализируем, прогнозируем, откуда, собственно, также идеи попадают в план. Также сайт идей. Я думаю, что с ним все знакомы, там как партнеры, так и клиенты оставляют свои идеи. Этот сайт мы тщательно анализируем, просматриваем каждую идею, следим за голосами. Соответственно, те идеи, которые более востребованы, за которые голосуют, они также попадают в план. Следующий этап – это тоже немаловажный. Это статьи, которые мы выпускаем после каждого релиза. Мы стараемся подробно описать все новинки, которые мы представляем, описать сценарии, которые мы решали, задачи, которые мы решали, выпуская это обновление. И, соответственно, потом тщательно следим за комментариями и обсуждениями в этих постах. И здесь хотелось бы отметить, что посты публикуются как на нашем сайте dev.1.bitrix.ru и отдельно на Bitrix24. Просим уделять этому внимание, да, мы специально публикуем эти посты для того, чтобы получить от вас обратную связь и понять, насколько нужный и важный функционал мы выпустили. И, соответственно, собрать какой-то фидбэк по тому, какие доработки бы вы хотели увидеть, какие-то ваши идеи, предложения. Фактически для нас это самый сильный канал, с которым мы можем получить от вас какую-то обратную связь. Поэтому не забывайте ей пользоваться, обязательно читайте наши статьи и оставляйте свои комментарии. Это дает возможность развивать продукт в лучшую сторону. Ну и, конечно, последний этап – это мониторинг форума и обращение в техническую поддержку. Это также немаловажный этап. Мы также сотрудничаем с техподдержкой, получаем все ваши обращения, идеи, которые техподдержка фиксирует в систему Монтис. Они также обрабатываются и также включаются в план самые востребованные и важные фичи. Следующий этап после того, как мы собрали идеи – это, собственно, формирование нашего плана. План также формируется в несколько этапов. В первую очередь это какие-то крупные новинки, фичи. В основном, как правило, это какой-то новый функционал, который будет. Следующий этап – это продолжение сценариев больших фич. То есть это то, что было выпущено, например, в предыдущем релизе. Как правило, фичи большие, идей всегда очень много, и реализовать их в короткий срок не всегда получается полностью. Поэтому мы выпускаем какой-то первый этап, и затем следующий релиз, вот идет продолжение именно этих сценариев, то есть мы развиваем уже выпущенный функционал. Самое главное, что должен нести этот план, он должен нести какую-то идею, которая будет потом рассказана на презентациях, будет понятна клиентам, и будет отражать какую-то рыночную заинтересованность всего рынка, на которой выпускается данный продукт. Ну и, конечно, третья часть – это, опять же, обратная связь – это улучшение текущего функционала. То есть помимо каких-то новинок и продолжения новых сценариев, мы стараемся доработать уже текущий функционал, то есть реализовываем какие-то более мелкие фичи, ну и, соответственно, решаем баги. Следующий этап, после того, как план сформирован, он приступает к первому обсуждению, это обсуждение с разработчиками. Нам это нужно для того, чтобы вообще понять, насколько реально реализовать технически то, что мы задумали. Идей может быть много, но, возможно, не все реализуемо, поэтому мы проходим этот этап. Первичное обсуждение с разработчиками, ну и, соответственно, утверждение. Некоторые обсуждения длятся достаточно долгий срок. Когда мы планировали новый модул скейла, который распределяет по серверам нагрузку, он обсуждался достаточно долгий срок, и разработчики, и все, кто занимается серверной поддержкой в нашей компании, были достаточно скептически относились к этому модулю, что он вообще реально взлетит. Хотя модуль взлетел, его все-таки сделали. После того, как мы утвердили наш план с разработчиками, следующее – это коммерческая составляющая плана. Самое сложное в коммерческой составляющей – это дать какой-то профит для рынка, дать какой-то профит для партнера, так и для клиента, чтобы он смог заработать на данном рынке или на данном решении. Если решение не несет никакой коммерческой составляющей вам, как продавцам или клиенту, который покупает данное решение, то ничего, в принципе, не получится изначально. После того, как мы утвердили коммерческую составляющую плана, мы переходим к техническим возможностям реализации. Здесь уже более детально мы обсуждаем с нашим техническим директором Юрием планирование ресурсов, планирование сроков разработки, для того, чтобы примерно понимать, когда мы сможем выпустить продукт. Ну и, соответственно, здесь же обсуждается совмещение функций между несколькими продуктами. Так как у нас несколько продуктов, то какие-то модули, какие-то решения могут пересекаться. Это второй самый сложный этап, который приходится проходить при обсуждении плана. Очень тяжело Юрию Тушинскому предоставить какую-то необоснованную идею, которая не подтверждена со всех сторон, чтобы он ее просто не отбросил, не сказал, что это вы мне тут представляете. Это не взлетит, потому что вы не продумали идею, и она не будет никогда работать. После того, как наш план утвержден, то есть мы прошли все три этапа, мы переходим к разработке технического задания. Это детальная проработка сценария, в который мы задумали. Здесь же готовятся прототипы, учитывается юзабилити. Вот здесь вот, например, картинка. То есть это тоже такой длительный этап. Мы готовим какие-то первичные прототипы, которые могут изменяться, проходить также утверждения, переделываться. Как результат, у нас получается готовое техническое задание, которое раздается разработчикам. Наш отдел состоит не только из двух человек. У нас еще есть юзабилисты, которые помогают нам в решении наших задач. И есть дизайнеры, которые делают отрисовку и делают продукт красивее. Основная задача вообще, как можно позже приступить к программированию. То есть на самом деле, чем лучше визуальнее мы понимаем, что получается, чем сценарий понятнее, мы все проработали, и вот когда оно все понятно, тогда мы начинаем кодить. В среднем проход через юзабилиста происходит в 3-4 этапа, и еще потом 2-3 этапа отрисовки. Отбрасываются какие-то непроработанные сценарии, которые в конечном итоге не смогут быть использованы клиентами и так далее. Ну и здесь же хотелось бы отметить про наши партнерские конференции, о том, что всеми планами, которые мы планируем, мы делимся здесь с вами для того, чтобы вы знали, в каком направлении движется продукт. Мы делимся целями, направлениями, компаниями, результатами компании, которые мы достигли за этот год. Слушаем ваши отклики и следим за реакцией, обсуждениями, комментариями. Вообще финально, то есть мнение партнеров и клиентов, они играют важную роль на завершение плана, то есть на те фичи, которые будут включены в план. Главное, чтобы вы понимали, что представляемый вам план, это план на два ближайших релиза, то есть фактически это план на 15 и 15.5 релиз, потому что это план данный на год. Ну и, соответственно, следующий этап после того, как у нас разработано техническое задание, у нас начинается реализация задуманного. Здесь также проходит несколько этапов, то есть в первую очередь это юзабилити, это подготовка прототипов, проработка. Следующий творческий этап – это дизайн, то есть готовятся уже финальные картинки, как это будет в итоге выглядеть. Затем переходит в технический этап – это верстка. Следующий технический этап – это программирование. И финальный этап – это тестирование продукта. Ну и в итоге мы получаем результат на очередное мега-обновление. После того, как вышло обновление, как бы на этом наша работа не заканчивается, мы собираем обратную связь. Это очень важный этап. Здесь, опять же, повторюсь, мы публикуем статьи, в блогах рассказывая подробные сценарии, задачи, которые мы решали, реализовывая новый функционал. Следим за обсуждениями и комментариями, которые ведутся в этих статьях. И анализируем затем полученный фидбэк, собираем какую-то статистику. Ну и, собственно, отсюда начинается следующий круг. То есть мы, опять же, включаем полученный анализ от фидбэка в следующий план и формируем новый план. То есть фактически тот функционал, который был выпущен, получает какую-то обратную связь, улучшается и переводится в следующую стадию, в стадию улучшения. Ну и примерно вот так выглядит наша упрощенная схема, традиционная упрощенная схема от того, как получается наш продукт. То есть от изучения потребностей и поиска новых идей до получения результата. У нас все. Спасибо. Спасибо, ребят. На самом деле хотел бы еще один момент отметить, в чем отличие производства у вас от производства у нас. В большинстве своем вы работаете от внешнего заказчика. И на вопрос, как делать, вы его легко адресуете заказчику и говорите, чего изволите. И тот, даже не зная, как надо, он, в принципе, думает и говорит, ну вот так. У нас такой ситуации нет. Если мы сделаем неправильно, примем неправильное решение, гипотезу неправильную построим, мы неправильно разработаем. Существует много всяких ограничений, когда мы понимаем, что партнеры не смогут это осилить. Или этот функционал окажется очень сложным. Есть масса опытных ошибок, которые мы прошли на своем пути. И ребята выполняют большую работу, которая помогает нам минимизировать эти ошибки, да и вообще, собственно, дорулить продукт до успешного результата. Многое изменилось у нас в производственном цикле, и за последние годы, мне кажется, вы это видите. Пожалуйста, вопросы им. Подставляйте, только чуть пооперативнее. Сереж. Из каких источников вы берете вдохновение, когда разрабатываете, выбираете функционал для модулей CRM в Bitrix24 и модулей задач в Bitrix24? В основном это тренды, которые присутствуют на рынке. Тренды, в которые ниши, в которые мы хотим ударить, выстрелить и в которых получить хотим клиентов, которые будут пользоваться данным функционалом. Тот же модуль CRM – это расширенный большой срез, для чего его используют. Это может быть и какие-то проектовские функции, это может быть CRM для лидов и обработки лидов, для обзвона лидов. Это может быть и просто введение базы заказов внутри какой-то небольшой компании. Поэтому мы выбираем ту аудиторию, в которую хотим выстрелить, и делаем функционал для этой аудитории. А предварительно ты тестируете идею на потенциальных заказчиков? Да, конечно, обязательно. Есть такой механизм. Ребята, не случайно говорили, мы очень часто и на партнерской конференции смотрим на вашу реакцию. И есть у нас иногда такой вариант и вброса, и общения с партнерами, когда мы можем просто по скайпу соединиться. Слушайте, вот есть такая идея, мы ее описываем и смотрим, вообще ее удается продать как идею или нет. Цепляет она как идея или нет. С клиентами иногда так общаемся, с партнерами для того, чтобы вообще понимать, в том ли мы направлении думаем. Потому что очень легко оторваться от реальности и начать придумывать какие-то космические вещи. Это вот то, что говорил Сергей. Так как мы не имеем обратной связи, прямой связи с конкретным заказчиком, то мы идеи обкатываем фактически на каких-то вот таких точечных выстрелах, точечных обзвонах, разговорах и так далее. Добрый день, Павел, Москва. Я не уверен, что непосредственно к вам вопрос, но кто-то здесь наверняка сможет на него ответить. Я просто услышал слово задачи и вспомнил больную тему. Задачи в нашем замечательных группах, которые не позволяют делать зависимость задач, которая формально есть, но которая не реализована, она когда-нибудь будет реализована? Если да, кто когда и в каком виде? Если сделать зависимость задач, вы следующим шагом попросите project management. То есть им страшно? Нам страшно. Коллеги, давайте у нас, мы как раз почти переходим к 15-му релизу, мы будем представлять, мы потом как раз ответим на эти вопросы. Давайте еще вопросик или все? Ну что ж, спасибо большое, ребят. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо.